всем привет с вами кекс и сегодня я делаю карамельный крем карамельный крем этот у меня будет на натуральных сливках работаю в принципе только с ними это очень вкусно и в тортике сникерс я его сочетала с нугой с орехами которые делала в предыдущем видео шоколадным бисквитом и это просто великолепно и это настоящий сникерс получается на самом деле все очень просто у меня здесь где-то 350 грамм сливок сливки у меня 40 процентов вот можно использовать и 30 процентные сливки и 33 процента только смотрите часть сливок я буду отдельно взбивать холодными поэтому я их оставлю где-то грамм 100 может чуть больше 150 сливок я отдельно вылила в стакан и сейчас добавлю немножко туда молока эти сливки я буду разогревать и добавлять непосредственно потом горячую карамель так как я потом еще буду немножечко проваривать и будет испаряться моя жидкость чтобы это не превратилось масло я разбавила молоком и соответственно так меньше вероятности что сливки у нас свернуться теперь в кастрюлю желательно с толстым дном на 350 грамм сливок я обсыпаю четыре столовые ложки сахара и ставлю их на огонь огонь такой средний начале мне нужно вначале растворить сахар можете помешивать можно не помешивать я в принципе помешивать не боюсь даже если на ложке меня потом пристанет немного карамель ничего страшного это не самое смертельное здесь сахар у нас в принципе разойдется потому что мы потом добавляем жидкость тем временем пока у меня растает сахар микроволновки я подогреваю сливки с молоком который у меня в стакане они должны быть прям умеренно горячие паровать должны стакане здесь плохо видно потому что темно и карамель становится довольно темная вам нужно добиться того момента чтобы карамель стала темная и ароматная но в то же время не черная чтобы вас потом не горчила и не горела не отдавала то есть здесь нужно поймать момент у меня здесь очень плохо видно за счет того что на дне кастрюльки и темная карамель и теперь вливаю сюда горячие сливки и чуть-чуть надо подальше держаться потому что это все начинает шкварчать бурлить и пенится поэтому вы видите у меня почему именно высокая кастрюлька потому что эти там буквально 200 миллилитров того что у меня вышло горячее молоко со сливками вместе его реально у меня на пол кастрюли которая у меня два с половиной литра если я не ошибаюсь вышла пены я сейчас немножечко отставила для того чтобы пена у меня ушла и возвращая обратно на огонь и немножечко провариваю варю до того момента пока не растворяться у меня все карамельные кусочки вы видите у меня еще немножко пристала на ложке карамельный кусочек вот и немножечко добиваю чтобы вы паровалась влага буквально чуть-чуть там несколько минут буквально минутки 3 поварите в принципе если вам нужен в торте куда-то для начинки карамельный соус вот он у нас готов это карамельный соус я перелила в стакан для того чтобы он быстрее у меня остывал и после остывания сейчас покажу какая густота получилась моего соуса посмотрите какой он это как и риска в банке вот он какой густой красивый без комочков однородный и очень вкусно пахнет и он уже очень вкусный можно сделать по количеству больше как бы для того чтобы был более насыщенный карамельный цвет но я хочу чтобы крем получился более легкий и воздушный поэтому взяла всего лишь на 100 150 грамм сливок варила именно карамельный соус теперь оставшиеся сливки которые у меня остались 350 грамм со столовой ложкой сахара начинаем взбивать добавляю сюда еще щепотку ванили вот и взбиваю в принципе до устойчивых пиков как бы полностью взбиваю как на крем вот вы видели я всыпала сахар с ванилькой и взбиваем этот крем подходит многие десерты пирожные безумно вкусно с бисквитными коржами сочетается и очень просто приготовление и заменяет крем и со сгущенкой намного проще и экономнее получается вы видите сливки у меня взбились до плотных пиков и я сюда вливаю свой карамельный соус не не прекращая взбивать и взбиваю так еще минутки две для того чтобы у меня все хорошо соединилось еще может немножко под сбилась потому что она немножко разжижает текстуру нашего крема и вот какой у меня получается крем если у вас крем получился жидковат или у вас не очень удачные получились сливки можно немножечко сюда добавить желатина хотя бы чайную ложку желатина залить 25 грамм водички дать ему немножечко набухнуть минут хотя бы 10 растопить микроволновки и добавить сюда если у вас жидкий крем если у вас крем такой как у меня вам этого не нужно вы видите крем отлично держит форму воланы конечно с него получаются такие не очень рельефные цветы соответственно с него не получится делать потому что это крем для начинки а не для украшения но выровнять ним тортик можно у меня этого количества с головой хватило для двух прослоек тортика и чтобы сверху его обмазать тортик был у меня небольшой где-то около 22 сантиметров в диаметре я вам сейчас немножечко покажу как я его собирала то есть это самый был простой тортик у меня здесь у меня пропитка в нем сахарный сироп немножечко кофейного ликера немножечко отдельно кофе я еще туда добавила чтобы такой более насыщенный вкус получился и пропитываю этим у меня шоколадное бисквитное коржи здесь обычный шоколадный бисквит вы можете использовать любой который вам нравится с ванильным бисквитом тоже безумно вкусно получается очень классно прям сочетается с орехами я думаю в любом тортике даже если просто будет этот крем и орехи будет уже очень очень вкусно вы видите я всегда пропитаю свои тортики с пульверизатором так удобно и равномерно получается пальчиком немножечко прощупывать для того чтобы хорошо увлажнилась моя поверхность и сейчас сюда выкладываю нужное количество крема разравниваю видите крем не плывет он хорошо держится внутри тортика можно собирать в принципе и форме вот моя нуга которую я готовила предыдущем видео и и переложилась на тортик и дальше уже мне будет удобнее собирать тортик в кольце также на ногу выкладываю часть крема и оставила часть крема для того чтобы вокруг немножечко тортик свой обмазать собственно и сверху кладу второй шоколадный корж здесь у меня как бы будет вот такая вот только одна прослойка это тортик получается довольно высокий где-то сантиметров 8 9 высоту точно дала ему пропитаться у меня если я не ошибаюсь ночь простоял в холодильнике крем внутри даже немножечко впитался коржи потому что это сливочный крем он имеет свойство немного впитываться как и сметанный то есть такое у него есть достаем вот какой у меня тортик вы видите внутри крем чуть больше впитался его немножечко выдавила более объемная и толстая шапочка тортик получился безумно вкусный орехово-карамельный я уверена что вам понравится этот рецепт если вы его попробуете если вдруг будут какие-то вопросы обязательно спрашивайте в комментариях ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока